Творение Бёртона – это, как правило, наполненное символизмом и скрытым смыслом картины. В одном из обзоров я очень подробно разобрал его экранизацию рассказа «Чарли и шоколадная фабрика», назвав обзор «Шоколадная фабрика смерти». Почему такое название на, казалось бы, детскую сказку, вы можете узнать, посмотрев этот ролик. Ссылка будет в описании. При всей внешней неизмысловатости есть в девятке некая, как бы, скрытая притягательность, которую выводит данный мультфильм из общего ряда. В чём же заключается эта притягательность? В мощных сообщениях через символику и, возможно, то, как видят наступающий так называемый «Новый век» некие оккультные сообщества. Сюжет мультфильма происходит в тёмном постакополептическом мире, где интеллектуальные самовоспроизводящиеся машины уничтожили всю жизнь на Земле. В этой пустынной обстановке остаётся небольшая реликвия человечества – девять тряпичных кукол, оживлённых душой учёного. Эти куклы, однако, постоянно преследуются машинами, которые полны решимости уничтожить всё, что напоминает жизнь на Земле. Поэтому куклы должны объединиться, чтобы сражаться и уничтожать этих злых роботов. Вышесказанное в значительной степени суммирует сюжет девяти в целом, и это, вероятно, то, что большинство зрителей получили из фильма. Однако, как и все работы, наполненные эзотерическим измерением, в фильме есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Через символику и ссылки фильм описывает человечество в целом и переходную фазу, через которую он проходит. Точнее, описывает мир глазами оккультных тайных сообществ и новую эру, которую они предсказывают, так называемую эру Гора или эру Водолея. С помощью тонкой символики девять описывает падение власти и новую эру, обретение божественности через собственные силы. В данном мультфильме не так-то много диалогов. Девять описывает основы этой оккультной философии и показывает, как она будет преобладать. Собственно, герои мультфильма сами являются продуктом древней оккультной концепции. Это гомунколы, так называемые человечки, искусственно созданные в результате магического процесса. Они являются воплощением человека, играющего бога и дающего жизнь. Гомункулы в переводе с латыни – маленькие люди. Это понятие, которое можно найти в нескольких древних алхимических документах. И это не просто догадки. На короткое время фильм признает свои оккультные корни. Обложка этой книги, видимая примерно на полсекунды, объясняет происхождение тряпичных кукол и указывает на оккультный смысл всего фильма. Вы можете распознать и вездесущий символ всевидящего ока внутри треугольника. Однако название книги еще более красноречиво. Annals of Paracelsus. Парацельс был одним из самых известных оккультистов эпохи Возрождения. Его работы в области герметизма, алхимии и медицины до сих пор досконально изучены практически во всех оккультных кругах. Работа Парацельса де Натура Рерам 1537 года – это первая алхимическая работа, в которой упоминается создание гомункулов. Это фактически описывает технику создания маленького человечка с использованием конского навоза и человеческой спермы. Концепция создания гомункулов впоследствии появилась в других оригинальных оккультных текстах, таких как «Разенкрейцерская работа» и «Фауст и Огана Вольфгана фон Гёте. Часть 2. Немецкая легенда о человеке, заключившем договор с дьяволом». А вот вам некоторые кадры для сравнения. В мультфильме тряпичные куклы читают эту книгу и находят рисунок, документирующий их создание. Этот рисунок, вероятно, был вдохновен гравировкой Фауста. Что ж, перейдем к персонажам. Герои фильма – 9 тряпичных кукол, созданных ученым, который вселил в них свою душу, чтобы дать им жизнь. Затем он умер, вместе с остальным человечеством. В фильме «Гарри Поттер» мы, вероятно, наблюдали нечто подобное – разделение души в виде корресторажей Волан-де-Морта. Итак, первая кукла – Папа. Тряпичные куклы названы и пронумерованы в порядке их создания, поэтому один – самый старый из всех. Его авторитет и отличительная одежда делают его лидером группы. Учитывая его наряд, совершенно ясно, что он представляет силу и авторитет религии в целом. Единица носит плащ и держит скипетр – символ силы. На его шляпу привязана монета, вероятно, символизирующая богатство. Он упрямый, страшный, догматичный, трусливый и недалекий. Первая часть фильма заставляет всех кукол спрятаться в дряхлом соборе, отговаривая его последователей выходить за его пределы. Он хочет, чтобы его последователи оставались скрытыми и невежественными, поскольку он считает, что это лучший способ остаться в живых. Однако по ходу фильма он теряет свой авторитет, скипетр и плащ, он даже теряет монету на своей шляпе. В какой-то момент собор подвергается нападению одноглазых роботов и сгорает, заставляя группу вместо этого спрятаться в библиотеке. Трудно найти более выразительный образ, представляющий падение религии или, возможно, более сказать, ее прежних основ. После того, как собор сгорел, группа прячется в библиотеке. Там они обнаруживают, собственно говоря, оккультную книгу, описывающую создание тряпичных кукол. Единица выступает против кукол, читающих эту книгу, но он вообще не хочет, чтобы эту книгу читали. Когда кукла открывает книгу Парацельса, он разрывает страницу с описанием их создания, и в одном месте единица говорит. Это как-то связано с машиной, и ты что-то знаешь. Я знаю, что все зло от науки, вот от этих книг. Кукла с номером 9. В отличие от единицы, он также связан с объектом, который имеет большое значение. Лампочка на палочке. На афише фильма, кстати, изображена девятка с его электрическим фонариком. Обратите внимание, что дата выпуска фильма 090909. Ну такой тоже, знаете, недвусмысленный намек на число зверя. Также тонкий достаточно момент, что освещает он путь именно технологическим светом, так сказать, светом науки, в то время как подобным символом является свеча. Но представляющая как бы живой свет, однако менее яркий, но в то же время и менее хрупкий, в отличие от лампы. Девятка в значительной степени противоположен единице. Он самый молодой из группы, предприимчивый, смелый, любопытный и решил решать свои проблемы своими силами. Иудо-христианская версия Прометея – это Люцифер, что в переводе с латыни означает «светоносец». Девятка представляет, возможно, интерпретацию Люцифера, который инициировал человечество к божественному знанию. Люцифер дал Адаму и Еву знание о добре и зле. В то время как единица, очевидно, ожидает божественного вмешательства, чтобы спасти мир, Девятка представляет люциферианскую концепцию достижения божественности своими собственными средствами. В конце фильма Девятка делает именно это и даже возвращает жизнь на Землю. Что ж, другие персонажи 6 – это провидец, одержимый символом, который оказывается талисманом, необходимым для спасения кукол. Если внимательно посмотрите на эскиз, то вы можете заметить, что содержат они 3 шестерки. Кукла номер 5 – это изобретатель, который потерял глаз. Кстати, что интересно, все злые роботы в фильме тоже имеют один глаз, но и, собственно, также являются изобретением, как бы неким смыслом связывая этих двух персонажей. 3 и 4 – близнецы, которые служат историком и архивариусом. 7 – бесстрашный воин и единственная женщина в группе. Эти три персонажа отклонили правила единицы в соборе и искали убежище в библиотеке, месте, где хранятся все знания, включая оккультные, естественно. Чистка, чтобы спасти человечество. Куклы покидают горящий собор и ищут убежище в библиотеке, где уже живут 3, 4 и 7. Однако переезда в библиотеку недостаточно, а роботы все еще находят кукол и нападают на них. В конце концов, жертвы должны быть принесены, и некоторые элементы должны быть очищены, так сказать, чтобы группа могла выжить. То есть это некое восприятие эволюции человечества, как некий непрерывный алхимический процесс. Цель алхимии – это превратить металл в золото, и считается, что человечество должно трансформироваться, используя тот же процесс. Первая фаза великоалхимической работы называется негреда, если я правильно понимаю, то есть чернение. Эта фаза представляет собой процесс горения, превращение основного материала в черный пепел, чтобы сломать его и удалить его примеси. В мультфильме мир определенно переходит эту фразу, он темный, сгоревший и в руинах. Конец фильма также чрезвычайно символичен. Девятка создает костер в форме пятиконечной звезды, чтобы освободить души кукол, которые были убиты роботами. Что интересно, четыре куклы, которые остались живы, чтобы увидеть новую эру – это 9, 7, 3 и 4. Именно эти куклы бросили вызов единице, это в значительной степени возможно послание всего фильма. После костра номер 7 спрашивает у 9, что дальше? Теперь этот мир наш, и мы должны сделать так, чтобы он снова расцвел. Затем начинается дождь, и мы видим живые организмы в каплях воды. Чистка позволила вернуть жизнь на Землю, и выжили только представители принципа Люцифера, так сказать. Итак, мультфильм рассказывает о том, что человечество переживает некий переходный период, принимает Прометея или Люцифериана и уничтожает власть традиционных сил. Правда, остается один вопрос, на который фильм не отвечает. Естественным ли образом вступает человечество в этот этап истории, или его заставляют и провоцируют силы, которые хотят, чтобы он достиг этой точки? Ну а на этом, пожалуй, все. До новых встреч, всем удачи!